Это новости на канале НСК 49 в студии Мария Левина. Здравствуйте и смотрите сегодня. Из полпреда в губернаторы. Полномочный представитель президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Миняйло назначен временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии Алании. Когда строят Новомарусино, в микрорайоне с 800 обманутыми дольщиками началась инструментальная проверка. По ее итогам будет принято решение о продолжении строительства. Где находится центр грамотности? Пространство, в котором можно получить различную информацию о русском языке, а также повысить свою языковую культуру, открылось в областной библиотеке. А теперь я и мои коллеги подробно расскажем о самых главных событиях дня. Сергей Миняйло назначен главой Северной Осетии. Президент России Владимир Путин 9 апреля принял отставку главы Северной Осетии Вячеслава Бетарова. Вместо него временно руководить республикой. До выборов будет занимавший пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло, сообщила пресс-служба Кремля. Напомним, Сергей Миняйло являлся полномочным представителем президента России в Сибири с июля 2016 года. У областного женского баскетбольного клуба «Динамо» появилась новая тренировочная база, а у жителей Кировского района Новосибирска спортивный комплекс. На его открытии побывала наша съемочная группа, которая выяснила, какими еще видами спорта можно там заниматься и на какие средства удалось возвести этот объект. На открытии нового спортивного комплекса «Александрит», который в течение двух лет на внебюджетные средства возводило Бердское производственное объединение «Кристалл», прибыли представители власти города и области, депутаты всех уровней, прославленные победители Олимпийских игр и действующие спортсмены. Повстречали мы здесь и Ирину Минх, ныне президента женского баскетбольного клуба «Динамо». Олимпийская чемпионка осталась довольна тем, как подобрано оборудование игровой зоны и качеством зала в целом. «На таком же паркете, на таких же кольцах играют профессионалы в Америке, НБА, дабл-НБА, женщины, и все чемпионаты мира и Европы играют точно на таком же паркете и кольцах. Поэтому спортивный комплекс, баскетбольная площадка, она на высшем международном уровне сделана». Теперь здесь можно будет проводить не только качественные тренировки женского баскетбольного клуба «Динамо», который теперь полностью переезжает в этот зал, но и соревнования самого высокого уровня. Поэтому стало логичным, что символические ключи от спортивного комплекса застройщик вручил Ирине Минх. Под ваши аплодисменты! А вот кто здесь будет соревноваться и тренироваться помимо баскетболистов, стало ясно на церемонии открытия, когда слово дали главе региона. «Сегодня мы особенно радуемся за баскетболистов, представители команды фидерспорта, радуемся за девчонок гимнасток, потому что нашим общим решением на этой площадке будет заниматься одно из отделений школы по художественной гимнастике». Помимо этого, на главной арене будут действовать площадки для игр в волейбол и мини-футбол. Во время церемонии открытия спортсмены продемонстрировали свое мастерство, тем самым устроив для зрителей настоящий праздник. «Так и хочется, чтобы вот это здание, этот зал наполнился не просто духом упорства, тренировок, достижений, побед, но и сохранил вот эту особую атмосферу праздника и разделенной радости на весь период своего существования». Эту атмосферу помогут сохранить и трибуны, которые умещают до 800 зрителей, гостиницы на 120 мест и кафе. Напомним, что все эти условия для тренировок и соревнований создавались при поддержке правительства Новосибирской области. Впрочем, как и другие спортивные комплексы, введенные в эксплуатацию в последнее время. Центр спортивной подготовки имени Евгения Подгорнова, фехтовальный центр Станислава Познякова, волейбольный центр «Локомотив Арена» и многие другие. 5 и 7 мая на площади Ленина в Новосибирске пройдут генеральные репетиции «Парада Победы». Для проведения мероприятий часть улиц центра города перекроют. В генеральных репетициях будет задействовано более 2000 личного состава и 50 единиц военной техники. «Парад Победы» 9 мая на площади Ленина начнется в 10 утра. Более тысячи обманутых дольщиков вскоре получат новые квартиры. С таким обещанием выступили ответственные чиновники из областного правительства. Однако судьба большинства долгостроев остается неясной. Более того, пока нет ясности, где взять деньги на эти цели. Почему люди даже спустя десятилетия не могут заселиться в уже купленные и оплаченные квартиры? И где власти планируют взять деньги на решение проблемы обманутых дольщиков? Смотрите далее. Микрорайон Новомарусино с самого начала строительства привлекал покупателей невысокими ценами на жилье. Ради воплощения мечты жить в собственной квартире, многие люди оказались готовы мириться и с большими пробками в этом районе, и с прочими социальными, экологическими и строительными проблемами. Однако все оказалось не так просто. Примерно 800 покупателей остались и без денег, и без новых квартир. Строительные работы начались в 2015 году, но спустя четыре года одного из застройщиков признали банкротом. С тех пор власти пытаются решить этот вопрос. Нынешний год также не стал исключением. Во время заседания профильного комитета регионального загсобрания министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт заявил, что сейчас идет инструментальная проверка первого дома жилого комплекса «Ново Марусино». На нее отведено 30 дней. По ее итогам, наблюдательный совет примет решение либо о достройке объекта, либо о выплате компенсации обманутым дольщикам. Ориентировочно, по словам министра строительства, в июне уже можно будет приступать к решению проблемы по двум первым домам. А депутат Дмитрий Козловский, на чьем округе находится Ново Марусино, предложил продумать увеличение бюджетного финансирования на эти цели. Если мы по миллиарду будем выделять, Москва добавляет, получается 5-7 миллиардов в год до 2024 года, пока идет финансирование, мы закроем половину и действительно к 2024 году эту тему можем закрыть. Поэтому вопрос политического решения нас, депутатов, убеждать губернатора и в этот фонд добавлять деньги. В Новосибирской области сегодня статус долгостроев имеет более 40 домов. Не восстановлены права более 5000 обманутых дольщиков. Шанс в ближайшее время справить новоселье из них имеют более 1300 обманутых дольщиков Новосибирска и Краснообска. Это долгострои по адресам. Закаминский 11, 12, 13. Вилюйская 5 и 6. Калинина 20 и Краснообск 12. В отношении каждого объекта было принято решение о финансировании. Закаминский 11, 213 миллионов. Закаминский 12, 264 миллиона. Закаминский 13, 154 миллиона. Калинина 20, 51 миллион. В первом квартале этого года состоялись конкурсы на проектно-изыскательные работы. В третьем планируют провести конкурс на определение генподрядчика и выйти на стройплощадки. Объем финансирования составит почти полтора миллиарда рублей, из которых более миллиарда средства федерального бюджета. Остальные из областного. И это всего лишь на семь домов. Для решения проблемы целиком требуется до 35 миллиардов рублей. Тот объем средств, который нам необходим, мы считаем на сегодняшний день, там порядка 35 миллиардов рублей, для того, чтобы закрыть разово, скажем так, всю проблему, которая есть. Понятно, есть куглочи механизмов на сегодняшний день, как бы, и на самом деле есть механизмы, которые ни в одном регионе не практикуют, значит, так как мы, так у коллеги. Однако ситуация такая, то есть без поддержки федерального центра решить проблему ни в одном регионе невозможно. Вопрос в том, найдутся ли такие деньги и в федеральном бюджете. Напомним, Владимир Путин поставил задачу перед региональными властями решить вопрос проблемных объектов до 2024 года. Более того, эффективность работы регионального министерства строительства теперь будет оцениваться в частности, в зависимости от количества долгостроев в регионе. А с этим есть у нас серьезные проблемы. Первый в регионе центр грамотности открылся в Новосибирской государственной областной научной библиотеке. Произошло это благодаря проекту «Библиотека грамотности» фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант». Какая польза таких центров и нужно ли сегодня хорошо знать русский язык, узнал Василий Акимов. Новосибирская государственная областная научная библиотека, впрочем, как и многие другие подобные учреждения в нашем регионе, уже давно не просто хранилище книг. Здесь используют и современные компьютерные технологии, и привлекают посетителей различными перформансами, и ведут большую просветительскую деятельность. К этому списку сегодня добавился первый в области центр грамотности, открытый совместно с фондом «Тотальный диктант». Из 55 центров грамотности мы открываем в Новосибирской области сегодня первый, а завтра еще в четырех районах Новосибирской области откроем четыре таких центра грамотности. И откроем в библиотеках, которые стали модельными библиотеками, преобразованы, модернизированы. В новом центре грамотности все желающие смогут ознакомиться с современными методиками преподавания, подобрать необходимые материалы для самообразования, узнают интересные факты о русском языке, получат практические навыки написания текстов, цифрового этикета и деловой коммуникации. А также найдут материалы для подготовки к экзаменам, справочную литературу, красочные современные книги, рассказывающие о русском языке. Еще одна из задач, которую ставят перед собой сотрудники центра – сформировать на его базе сообщество людей, интересующихся русским языком, и профессионалов, работающих в этой сфере. Жизнь движется вперед, и библиотека сегодня, конечно, сохраняя свою главную функцию, будучи хранилищем всего, что накоплено человечеством с точки зрения литературы, становится центром функциональной грамотности. На церемонии открытия присутствовала известная писательница Гузель Яхина, отметившая, что уровень владения русским языком всегда играл важную роль в нашем обществе. Сегодня грамотным может быть каждый. Каждый может грамотно писать и грамотно говорить, и каждый даже выбирает, может ли он быть грамотным. И сегодня, конечно, грамотность – это такая просто составляющая уважения к себе и уважения к собеседнику или к тому, кому ты пишешь письмо. Проверить свою грамотность можно будет уже в эту субботу, 10 апреля. В 15 часов в нашем городе пройдет всероссийская акция «Тотальный диктант». Ожидается, что на площадке в НГУ диктатором станет Гузель Яхина. А в пресс-центре ТАСС текст диктанта прочитает интеллектуальный голосовой помощник Робот Николай. С полным списком площадок можно ознакомиться на официальном сайте проекта. Кроме того, участие в акции можно принять и в онлайн-режиме. Сотрудники госавтоинспекции, которые в Верхтуле спасли из горящего дома четырех малолетних детей, получили заслуженные награды и признательность жителей поселка. На этой торжественной церемонии побывал наш корреспондент, который также выяснил, как относится вышестоящее начальство к подобным действиям подчиненных, выходящим за рамки их прямых служебных обязанностей. 14 марта ночью, когда поселок Верхтула мирно спал, экипаж ДПС нес службу, патрулируя дороги населенного пункта. Около двух часов ночи по улице Советская, 65, обнаружили задымление крыши дома, припарковали патрульный автомобиль, направились в дом. В этот момент кто-то из соседей бегал вокруг горящего дома и стучал в окна, пытаясь разбудить его жителей. В помещении находилась я, моя подруга со своими ребятишками. Двое моих старших сыновей ночевали у бабушки, так как мылись в бане. И моя дочь была младшая самая. Поначалу все эти люди не понимали, что происходит. Но когда им сообщили, что крыша их дома горит, сильно запаниковали. Я, конечно, растерялась сильно. Забежала, начала воду наливать в ведро. Тут следом забежал сотрудник ДПС. И кричит, что ты делаешь? Говорит, выключай, давай детей скорее. Сейчас никто уже и не скажет, как бы развивалась ситуация, не появились инспекторы так вовремя. Люди, привыкшие принимать мгновенные решения в самых сложных ситуациях, сразу поняли, как надо действовать. Попросили дать вещи, укутать детей. Все, начали эвакуацию. В машине разместили детей. Потом взрослые оделись, вышли. Приехали пожарные, приступили к тушению. Ну а отличившихся полицейских перед лицом их коллег и товарищей с удовольствием наградили. И не только сельская поселковая власть, но и депутат Госдумы. И, кстати, вверх Тулей, несмотря на то, что в поселке есть своя пожарная крана, полицейские уже не в первый раз приходят на помощь погорельцам. Это стала добрая традиция нам говорить слова благодарности людям в погонах. И это очень приятно. Хотелось бы, конечно, чтобы экстренных таких случаев случалось как можно меньше. И не приходилось проявлять мужество. Но такие ситуации случаются. А вот как отреагировал командир наших героев на то, что они перестали выполнять свои прямые обязанности по патрулированию дорог и кинулись в горячий дом. Задачами полиции вообще является это сохранение жизни и здоровья собственности граждан. Поэтому любой полицейский обязан прийти на помощь гражданам, оказавшимся в беде. Поэтому автоинспекторам за проявленное мужество, за то, что они вынесли с горящего строения четырех малолетних детей в возрасте до восьми лет и помогли выбраться двум женщинам, одна из которых была беременна, обещают еще и ведомственные поощрения. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте nsk49.ru. Вашим мы ждем рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч. До новых встреч.